В преддверии Международного дня защиты детей МВД России проводит Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». От Ниньского округа творческую работу на конкурсе представляет победитель регионального этапа. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Наши представления о мире и профессиях всегда идут из детства. Именно поэтому так важно формировать у ребёнка собственные взгляды на жизнь, начиная с юного возраста. С этой целью различные ведомства России проводят конкурсы, в которых отражаются взгляды детей на различные профессии. Конкурс ежегодно проводится в преддверии Дня защиты детей. Ребятам необходимо было создать образ полицейского, как они представляют сотрудника полиции. Это мог быть сотрудник ДПС, сотрудник кинолог с собакой, у которой у нас имеются такие работы. И также конкурс направлен на имидж сотрудника полиции. Отборочный этап конкурса в регионе уже прошёл. И по его результатам победителем в Ненецком округе стал Павел Семак. Он занимается лепкой в студии «Фантазия» с трёхлетнего возраста. И, как признаётся мальчик, ему это нравится даже больше, чем гулять. Его преподавательница помогает детям увидеть прекрасное в обычных вещах, обучая ребят отражать традиции Ненецкого округа в их поделках. Во-первых, мы очень давно не участвовали. И у меня сейчас детки, можно сказать, созрели. Потому что для того, чтобы сделать людей, нужно знать много. Нужно знать пропорции, фигуры, как поставить ручку, положение тела и так далее. Для этого нужно немножко подучиться. Валентина Якуш предложила идею для поделки, а Паша уже превратил её в жизнь. По словам мальчика, с работой были сложности. Солёное тесто поначалу не поддавалось лепке и разваливалось. Но преодолев эти трудности, у него получилась работа, которую признали лучшей в Ненецком округе. «Поделка у меня получилась не сразу. Сначала я не мог додуматься, что мне вообще сделать. Как мне вообще его сделать. По-моему, это вообще было невозможно. Но всё-таки я хоть как-то додумался это сделать и это сделал». Поддержать Пашу на всероссийском этапе и проголосовать за его работу можно на сайте, который вы видите на своём экране. Для того, чтобы ваш голос зачли, нужно авторизоваться через любую соцсеть и нажать кнопку «Проголосовать». Сделать это необходимо до 1 июня 2021 года.